Наша встреча с Денисом прошла в стенах организации воинов, ветеранов Афганистана в ходе совещания представителей военных комиссариатов и регионального отделения ветеранов «Боевое братство». Капитан вооруженных сил рассказал, как бойцов из Бурятии встречали освобожденные жители Донбасса. Он недавно прибыл из зоны специальной военной операции на Украине и по окончании отпуска вновь вернется на передовую. Боевой дух довольно-таки высокий, все задачи правильно понимают и верят, что цели будут наши достигнуты и победа будет за нами. Общение с местными жителями, которые испытывали годами этот гнет от фашистов, как они относятся к нашему государству? Очень тепло относятся, то есть с цветами встречали, говорили, что мы вас долго ждали очень. Военные комиссариаты республики призывают защитников Родины на срочную контрактную службу от 3 и 6 месяцев до 1 года. Затем контракт может быть продлен. Увеличены все социальные льготы и гарантии. Повышенное ежемесячное денежное довольствие. Сержант от 350 тысяч рублей, лейтенант от 750 тысяч рублей и выше, согласно воинскому званию. Возраст призывников на контрактную службу увеличен до 50 лет. Профессия Родину защищать была, есть и будет самой почетной. Мужчины, которые прошли воинскую службу и должны понимать, что наши ребята должны и отдыхать, и замена должна быть. И я думаю, что патриотизм это не просто березку гладить, но и Родину любить своими действиями и конкретными делами. Региональная организация боевое братство объединяет ветеранов, прошедших боевые действия во всех горячих точках. Из их рядов уже несколько десятков добровольцев пополнили ряды борцов с фашизмом, поднявшим голову на Украине. Еще десятки готовятся в поход. А пока школьники Бурятия отправляют с ними свои посылки солдатам. Сейчас свои подарки из Заигравского района отправляют ученики Шпалозаводской средней школы. На пусты и одно. Победы! Намсарай Намсараев, Алексей Ромашов. Новости дня.